Погнали! Давай расскажи о новостях! Ой, о новостях! О гостях! О гостях расскажу у нас в гостях. Дмитрий Горковенко, преподаватель акро-йоги, ведущий тренер Одессы по акро-йоге, акробалансом, в том числе и детской акро-йоги, и его ассистент Наталья Лазарева. Доброе утро! Здравствуйте! Первый вопрос для человека, не так глубоко посвященного в йогу. Что такое акро-йога? Я расскажу, да? Акро-йога — это очень молодое направление в йоге. Появилось оно относительно недавно. Приблизительно в 2005 году запатентовали это название. Ребята из Сан-Франциско, и акро-йога пошла по всему миру. Акро-йога — это сочетание йоги, акробатики и массажа. Очень приятная и очень веселая штука. Ее большим плюсом является то, что ей могут заниматься люди абсолютно любого возраста и абсолютно любой подготовки. При этом йога с элементами акробатики — это, в принципе, довольно сложно. И, мне кажется, неподготовленный человек, ну, вряд ли у него сразу получится. Или я ошибаюсь? Вы ошибаетесь. В моей практике случались такие ученицы, которым было 75 лет, которые просто подходили ко мне на пляже и просили что-то сделать с ними, и через минуту они уже становились... Вы только не понимали на пляже, что вы имеете отношение к акро-йоге? У нас очень много тренировок проходит летом на пляже. Мы очень яркие, мы очень видны, и мимо нас пройти невозможно. Вы проводите open-air тренировки в летнее время, да? Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. В основном это тренировки у нас в Одессе на пляже, возле дельфинария, очень удобная деревянная площадка. Иногда это тренировки на рассвете, но чаще всего это вечером, в окружении огромного количества людей. Когда не так жарко уже в летнее время. Сколько человек в среднем приходит на тренировки, и где об этом можно узнать? Ну, мы есть в Фейсбуке. На тренировки у нас приходит очень по-разному. От 3 до 12 человек одновременно. В общем-то, огромная группа здесь не нужна. Чем меньше группа, тем больше времени и внимания ты можешь уделить каждому человеку, пришедшему от тебя. Сколько лет вы занимаетесь окра-йогой? Как вы вообще узнали о ней? Ой. Как прошло знакомство? В Одессу ее привезла одна девушка из Киева, которая много и часто занималась окра-йогой в Киеве. Она приехала в Одессу отдыхать, и совершенно случайно мы постречались и начали вместе практиковать. Было это, наверное, года 3 назад. И где-то год назад я уже почувствовал себя в силах преподавать и начал проводить регулярные тренировки у нас в городе. Наталья, расскажите, пожалуйста, как вы узнали об окра-йоге и как присоединились? Я узнала чисто случайно. Я не так давно начала заниматься йогой, и мой преподаватель по йоге пригласил меня на акра-марафон, на йога-марафон. Это было такое событие, которое продолжалось 12 часов. Были разные преподаватели по йоге, и в том числе были преподаватели из Киева по акра-йоге. И так я познакомилась с акра-йогой, и я понятия не имела, что это такое. Это было, конечно, очень необычно для человека, который не подготовлен, не готов был морально, прежде всего, морально к этому. Но настолько резко, чем хороша акра-йога, очень резко, очень быстро, сразу в течение первого занятия, ты можешь ощутить, пропустить ее через себя, понять, что это такое. Прежде всего, это доверие к партнеру, доверить ему себя, и умение слушать, чувствовать и держать баланс. Баланс не только в себе, но и в партнере. Поэтому у меня это произошло где-то в начале этого года. Это была сразу любовь с первого взгляда, и продолжается и до сих пор. Я так понимаю, что акра-йога более популярна в Киеве, то есть там она более широко известна, чем в Одессе. И вы, в принципе, популяризируете ее здесь у нас или нет? Все верно. В Киеве очень много людей занимается. Гораздо меньше людей занимается во всех остальных городах. Но, тем не менее, Львов, Сумы, Харьков. Днепропетровск. Вы тоже так умеете делать? Днепропетровск. Конечно. Это сложные элементы или нет? Это базовые. Это азы. А, это примитивно. Можно сказать, да. А вы там вот можно себе сломать спину, допустим? Ну, шею. Спину и шею можно сломать даже... Стоя застойкая багажа. Ну, я 28 лет прожил и как-то не ломал. Я веду вот, в принципе, вот в этом... В акра-йоге. В акра-йоге, да. Это очень мягкая техника. И она подразумевает не только двоих людей, которые вот сейчас на экране присутствуют, но и подразумевает еще одного-двух человек, которые находятся рядом. Страхуют. Я хотела, кстати, задать вопрос о том, в чем принципиальное отличие между классической йогой и акрой. Но я поняла, что это работа в паре, да? Это как минимум. А как должно быть? Как вы пары формируете на тренировках, на практиках? Это один опытный партнер, второй, допустим, новичок? Или как это происходит? Является ли важным условием, чтобы один из партнеров был опытным? На тренировки приходят люди совершенно разного уровня. Это могут прийти достаточно опытные ребята, и могут прийти люди, которые в первый раз появились на этом занятии, и хотят хотя бы просто увидеть, почувствовать, что это было. И, соответственно, каждую тренировку пары формируется совершенно спонтанным образом. Это может быть большой и маленький человек, тяжелый и легкий человек. Это могут быть люди одного роста, одного веса и одного уровня. В начале своей практики я думал, что это очень здорово подобрать себе ту самую партнершу. И вот с той самой партнершей идти... Как в бальных танцах, да? Как в бальных танцах. И идти к высотам вместе за ручку. На самом деле очень интересно пробовать с разными людьми. У каждого человека свои особенности. Свой вес, свой рост, свои тараканы в голове. И с одним человеком ты можешь выполнить какой-то очень-очень сложный элемент, а очень простой не сможешь. И наоборот. Как все индивидуально. Я знаю, что вы летом работали с детками, да? Вы проводили тренировки, занятия для детей из лагеря Тайфун. И там, в принципе, более чем 120 детей вместе с вами занимались акра-йогой. Возраст их был от 6 до 16 лет. Расскажите, вот какова это работа с детьми? И как вообще акра-йога для, допустим, совсем юных детей, имею в виду, там, 6-10 лет? Ну, сейчас возраст деток расширился от 3 лет. Ну, и 16 лет – это уже взрослый человек. Ну, да. Летом был большой летний лагерь. Было действительно 120 детей плюс их родители. А сейчас проходят регулярно тренировки с маленькими детьми три раза в неделю, и практика нарабатывается очень богатая. Дети, они, в отличие от взрослых… Они не зажаты, пока они… Они не боятся. Они не боятся. Они не боятся, и они очень быстрые. С ними нельзя долго оттачивать один элемент. У них должно все получиться сразу. Динамично. Или не получится, но получится ровно через 10 секунд. А в каком формате проходят занятия для детей? Это, допустим, мама-ребенок, или там, папа-ребенок, или это двое детей, ну, если это парная практика? Нет, это приходят только дети. На тренировку обычно родители не находятся в тренировочном зале, чтобы не смущать своих детей. И как и у нас взрослых, у детей тоже есть свои предпочтения. Из всей группы, процентов 30, группы очень любят занятия, а процентов 70 делает вид, что пришли заниматься. И вот эти вот 30%, они обычно выстраиваются ко мне в очередь и требуют. Дима, Дима, сделай со мной это, сделай со мной то. Я вам скажу, что дети, которые занимаются уже 3 месяца, они, в сравнении со взрослыми, гораздо техничнее, смелее и сложнее делают различные осаны, связки. Я так понимаю, ну, по своему опыту, что, в принципе, ребенка, например, классической йогой заинтересовать довольно сложно. А дети, особенно в периоде, там, школьного возраста, как раз очень часто имеют проблемы и с осанкой, вообще, там, с позвоночным корсетом. Акро-йога, я так, она более динамичная, да, детям интереснее, они чувствуют, ну, более подвижны. Расскажите, какие проблемы, какие вопросы со здоровьем может помочь решить именно Акро-йогу? Начнем со спины. Вот, спина — это больной вопрос у всех, у очень многих взрослых, и, как это не прискорбно, у очень многих детей. Сидение за партой, за компьютером, оно, в общем-то, вызывает согнутую позу, и какого ребенка ни возьми, у всех спинки хрустят позвонками. Хотя, вроде бы, 4, 5, 8 лет ребенку. В первую очередь, мы оказываем терапевтическое воздействие на спину. В следующую очередь, опять же, если мы касаемся детей, в следующую очередь дети становятся смелее, менее закрепощенными. У них появляется навык не просто общения, а социализации, работы в группе. Шакра-йога — это же не единичная практика. Когда один человек что-то выполняет, второй человек что-то выполняет, трое-четверо стоят вокруг, протягивают ручки, не дают упасть. Это забота. Родителям это важно. Родителям это важно, что их дети учатся заботиться о других. А как чаще бывает, родители, те, которые практикуют акра-йогу, приводят из своих детей? Или приводя детей, например, может быть, смотрят, как это здорово, интересно, и потом тоже хотят попробовать? Вот этот второй вариант, который вы произнесли, вы попали прямо в точку. У меня есть страшный хитрый план, я о нем сам не знал, но он начал притворяться в жизни. Сначала учатся дети, а потом дети пытаются научить своих родителей. А потом родителям становится стыдно, что они еще здесь не приходят. Потом родителям становится стыдно, и дети приходят на тренировку и говорят, вот меня там просили сделать, ну, допустим, трон, есть у нас такая поза. Меня просили сделать трон, а я ж не знаю. Вот, и таким образом родители тоже становятся учениками и наконец-то знакомятся с акра-йогой. Ну вот мы плавно подошли как раз к завтрашнему мероприятию. 9 декабря в Одессе состоится фестиваль акра-йоги. Для тех, кто уже в теме, для тех, кто только что услышал, расскажите, что это будет, кого вы ждете, где найти, в общем, все подробную информацию об этом фестивале. Хорошо. Акро-фестивали начали проходить недавно. Начались они в Киеве и продолжились в Одессе. Формат акро-фестиваля, ну, в общем-то, это целый день, состоящий из отдельных мастер-классов. Человек приходит на фестиваль, и у него происходит день активного спортивного праздника. На этом фестивале у нас присутствуют люди с самой разной подготовкой. Некоторые ученики буквально вот на этой неделе пришли на первое занятие и уже идут в субботу на фестиваль. На фестивале выступают разные тренера. Например, наш тренер Людмила Трамбовецкая, это наш одесский тренер по йоге. Она великолепный одесский самородок в своем умении стоять на руках. До того великолепный самородок, что с Киева учителя со стажем... Приезжают посмотреть. Зовут ее к себе туда жить. Помимо стоек на руках у нас будут, ну, понятно, раз фестиваль по акроеге, у нас будут и акроежные тренера. У нас будут ребята из Киева, которые привезут с собой очень сложные связки, очень сложные движения, которые они будут учить делать самых нулевых учеников. Где будет проходить фестиваль Акромансы? Во сколько он стартует? Когда заканчивается? Вход свободный, платный? Регистрироваться нужно, нет? Какая система? В центре города, Ришлевского-Галжиковского, есть студия йоги Намасте. Фестиваль будет проходить с полдвенадцатого дня до шести вечера. Участие в фестивале платное. То есть входной нужно оплатить вход и... Да, нужно оплатить вход и продолжать, ну, и... Что с собой взять? То есть нужно прийти в какую-нибудь, взять с собой удобную одежду, коврик для йоги, либо там есть коврики? Спортивная одежда, желательно одежда подходящая для йоги, то есть обтягивающая лосины, спортивный топ. Желательно взять с собой свой любимый спортивный коврик, но если его нет, ничего страшного. Вы предоставите. Предоставим. И все. Все остальное там. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был Дмитрий Горковенко, преподаватель акро-йоги, ведущий тренер Одессы по акро-йоге и акробалансу, в том числе и детской акро-йоге, и Наталья Лазарева, его ассистент. Спасибо вам огромное. Ну и хорошего вам мероприятия завтра, чтобы все прошло легко и плодотворно. Мы на этом прервемся на короткую рекламу. Вернемся очень скоро.